Борис Леонидович, здравствуйте! Здравствуйте, Светлана! Мы с вами встречаемся накануне 23 февраля, Дня Защитника Отечества. Но мало кто сегодня знает, откуда пошла традиция праздновать именно 23 февраля. Этот вопрос я хотела бы адресовать сегодня вам. Да, Светлана, действительно, к сожалению, последние десятилетия забываются о исходном смысле, исходном значении этого праздника. Тем более, что сейчас такая обстановка в мире складывается, что этот праздник и его правильное понимание смыслов, которые стоят за ним, очень важны, на самом деле, в том числе и для будущего нашей страны. Что же это за праздник? Этот праздник назывался в годы существования Советского Союза Днем Советской Армии и Военно-Морского Флота. Собственно говоря, начал он праздноваться с начала 20-х годов. И знаменовал он собой выдающиеся исторические события, которые стали знаком для начала формирования Советской Армии. Армии-победительницы в годы Великой Отечественной войны. Но это сначала была не Советская, а Красная Армия. Да, кстати говоря, и в годы Великой Отечественной войны она была рабоче-крестьянская Красная Армия. То есть 23 февраля, почему именно эта дата взята? Потому что в эти дни, конкретно 23 февраля, впервые удалось Красной Армии, отрядом формирующейся Красной Армии вместе с отрядами Красной Гвардии успешно на некоторых направлениях, конкретно под Псковом и Нарвой, остановить наступление кайзеровских регулярных войск. Но вопрос заключается в том, что, к сожалению, сейчас, и вот я надеюсь, что наши зрители увидят слайд, который мы покажем, где видна такая хитрая листовка, хитрая листовка, где показана гитлеровская листовка, где с одной стороны трехрублевая купюра, а с другой стороны так называемый убийственный баланс большевизма, и где написано, что революция и гражданская война унесли такое-то количество миллионов жизней русских людей. В действительности же как раз немцы, немцы, напав на Молодую Советскую Республику, прервав перемирие, и начали то кровопролитие, которое, собственно говоря, продолжалось в течение последующих лет, и к которому подключились другие иностранные державы. Обычно празднуют достаточно часто завершение какого-то военного события, празднуют победу, а здесь этот праздник символизирует трудное начало. Я бы так его сформулировал. Трудное начало существования в великой, в будущем армии, армии-победительницы. Здесь в чем, вот почему я упомянул эту листовку гитлеровскую, потому что уже в постсоветское время, когда праздник был переименован в День защитника Отечества, и, к сожалению, стала забываться именно вот эта базовая первопричина, события, которые в то время происходили, вообще весь комплекс военных событий с 1918 по 1922 год, они стали называться гражданской войной и были привязаны к революции. И вот мы покажем зрителям, что уже таким, такой же точно название, терминология, как гитлеровская листовка оказалась на обложке энциклопедии, которая издательство «Терра», коммерческое, четырехтомник выпустило в 90-х годах. Никакая не иностранная агрессия, никакое не вторжение, никакая не оккупация иностранная, а революция и гражданская война 1917-1923. Ну а разве у нас не было гражданской войны? А вот давайте сейчас мы немножечко и посмотрим, что происходило в тот период на пространстве бывшей Российской империи. Правильно ли вообще говорить о гражданской войне в таком смысловом значении, в глубоком значении этого слова? Ведь мы знаем из истории, ну я надеюсь, что большинство зрителей это знают, Октябрьская революция победила в Петрограде практически бескровно. Там погибло шесть человек при штурме Зимнего дворца. В Москве были бои, но они были в течение недели, и количество жертв там было несколько сот человек с обеих сторон. Несколько еще было крупных боестолкновений, в том числе в Иркутске можно назвать несколько дней боев. На Украине началось противостояние с войсками Центральной Рады. Но это все были локальные именно бои-столкновения, которым термин «война». Ведь что такое война? Так, просто чтобы зрители правильно понимали, это организованное противоборство двух или государств, или сил внутри государства, которые ведутся по принципам именно военных действий. То есть у них есть фронт, тыл, штабы, снабжение. И даже если мы говорим о партизанской войне, все равно мы, если используется слово «война», это подразумевает, что у этих партизан есть серьезные сторонники, серьезная поддержка, и те же самые штабы, тылы и все прочее. Мы можем привести исторические примеры таких партизанских войн, допустим, как раз на Кубе была такая ситуация перед революцией. Ну а разве в России в 2018 году этого не было? Нет. Представьте себе, нет. Все те события, о которых я только что сказал, они не развернулись в полномасштабные боевые действия. Там происходили отдельные столкновения у сторонников антибольшевистских сил, которые на тот момент имелись. Просто-напросто не нашлось поддержки, хоть сколько-нибудь существенной в народе. Ну вот, допустим, атаман, вернее, генерал Краснов, к которому прибежал Керенский, как известно, на американском автомобиле, приехал в Гатчину, и они попытались начать с казаками наступление на Петроград, вот в первые же дни. Что там произошло? Приехал матрос Дыбенко, поговорил с... встретился с казаками, поговорили по душам, и казаки поехали в эшелонах на Дон, к себе по домам. А атамана Краснова, этого генерала, благополучно привезли на машине в Петроград и поселили в своей квартире. То есть его никто даже не арестовывал. Он потом уже убежал на Дон, он это и в своих воспоминаниях написал. То есть отношение советской власти к врагам своим было предельно мягким. Это тоже надо зафиксировать для наших зрителей, напомнить, потому что сейчас этот красный террор, так называемый, его очень активно некоторые медийные персоны вспоминают. И, в общем-то, это фальшивка, потому что даже такой уж ярый антикоммунист, как Брюс Локарт, который специальный посланник правительства Великобритании, он отметил в своих воспоминаниях весной 1918 года, террора не было. Он так и написал. Рестораны работали, кабаки, выходила пресса, которая... Это он про Москву все пишет. Ну, а что же тогда было в 1918 году? Сейчас мы немножечко еще про 1917 год завершим. В 1917 году, вот конец 1917 года, он... Те столкновения, которые имели место, собственно, где они начались? Они начались, как я уже сказал, на Украине, где социалисты, я подчеркиваю, вот опять же интересный момент, не буржуи, не помещики, а именно украинские социалисты, начали, что называется, с большевиками спорить о том, кто главный. Причем интересно, что на Украине-то было полно и своих большевиков, которые старались с Москвой поддерживать самые честные отношения. И, собственно, там началась так называемая эшелонная война. Она так и вошла в историю. То есть не было окопов, не было каких-то фронтов. Противоборствующие стороны перемещались в эшелонах, разгружались, обстреливали друг друга. Но поскольку сторонников советской власти было явно больше, то это центральная рада откатывалась, откатывалась, откатывалась на все дальше, на запад. И в итоге фактически Украина стала советской достаточно быстро. на Дону попыталась сорганизоваться вот эта самая добровольческая армия. Но численность этой добровольческой армии была всего несколько тысяч человек. Причем цифры, которые мы покажем зрителям, они не советские. Это именно цифры из эмигрантской литературы, которые, что называется, с другой стороны. Мы не можем обвинить автора книги «Белая Россия» в какой-то там про советской предвзятости и заинтересованности. Он пишет о нескольких тысячах всего-навсего. И эти силы, они, собственно говоря, успешно подавлялись, вот здесь очень важно, без организованной регулярной армии. Ведь армия царская, которая перешла в наследство временному правительству, была демобилизована декретом большевиков. С немцами было заключено перемирие в декабре 1917 года. Немцы на это перемирие пошли, Антанта, которой тоже обратились большевики, они постарались остановить вообще эту мировую войну. Антанта отказалась. Антанта отказалась и начала, державы Антанты на своих секретных совещаниях начали готовиться, собственно, уже к смене власти в России, смене большевиков. чтобы привести к власти те силы, которые продолжали бы русское пушечное мясо исправно поставлять на противогерманский фронт. Тут надо напомнить нашим зрителям, особенно молодым, что когда случилась февральская, затем октябрьская революция, мы продолжали вести мировую войну. Совершенно верно, Светлана, вы очень своевременно дополнили, самое главное, что в это время происходило, весь контекст, это Великая Мировая Война. Она, кстати говоря, и сейчас во многих странах имеет термин на английском языке Great War значит Великая Война. Тогда-то она только так и называлась. Еще никакой Второй Мировой Войны не было. Соответственно, эта война надоела уже всем, я имею в виду всем солдатам, которые гнили в окопах, гибли под этими газами жуткими, тонными снарядами, то есть тогда совершенно потрясающие впервые появились инструменты убийства человека человеком уже на промышленных масштабах. И, собственно, были большие протесты в Германии, были большие протесты во Франции и в тылу и на фронте. Поэтому говорить о том, что там вот какие-то там большевики и вот они там только отдельно чего-то там, это была общая мировая тенденция. Вот конец 17-го, начало 18-го года. И, собственно, был вполне возможен вот этот шанс мировой революции она реально могла произойти. И большевики на это, естественно, очень надеялись. Но не получилось. Все-таки удалось правительствам империалистических держав взять ситуацию под свой контроль, подавить жестокими методами эти выступления, особенно в Германии. Январская забастовка знаменитая, там уже участвовали сотни тысяч людей и рабочих, конечно, в первую очередь. Но в этот момент, как я уже сказал, было заключено перемирие между советским правительством и германским правительством. Шли переговоры о мире. Что здесь очень важно понять? Значит, как я уже сказал, внутри России, по границам России, некоторые отдельные группы пытались воевать с советской властью. Но в появляющем большинстве городов, уездов, это очень хорошо, мы покажем карту, это так и было названо, триумфальное шествие советской власти. Я считаю, это очень правильный советский термин, его, собственно, надо поддерживать. Это ленинская фраза. Причем это делалось именно Красной Гвардией, это делалось отрядами местных сторонников советской власти, это не делалось регулярными силами, кое-где это делалось именно частями красной, демобилизуемой старой армии, которые встали на сторону большевиков. На Украине получилась более печальная ситуация. там вот эти самые украинские социалисты, об этом нам обязательно надо будет взять это на заметку, они проигрывая, проигрывая большевикам, теряя власть, теряя авторитет в народе, не нашли ничего лучше, как стакнуться с, собственно, представителями германского командования. И обратились к немцам. Вот представьте себе картину, это же тоже надо, в советское время об этом так внятно не говорилось, потому что, в общем-то, была такая тенденция все-таки валить больше на буржуев, на помещиков, на господствующие классы, а там были не господствующие классы, там были именно представители революционеров в прошлом, которые сидели на царских каторгах и вместе с большевиками и в тюрьмах, в эмиграции. Тем не менее, вот этот национализм привел их к тому, что эти социалисты сели за стол переговоров с реакционнейшей монархией Германии. Простите, пожалуйста, вы сказали национализм, то есть этих украинских социалистов отличала как раз националистическая окраска. Да, да, и очень яркая, и очень яркая, и не только на Украине. Кстати, такая же история произошла и в Грузии. И мы сейчас в Грузии, в Молдавии. Вот, пожалуй, три таких региона, где, собственно, ведь изначально-то действительно было разглашено большевиками откровенно право нации на самоопределение, никаких тут не было подвохов и подлогов, но тогда именно социалистическая идея владела умами по всему, по всей границе бывшей империи. Соответственно, и в Грузии, и на Украине, и в Молдавии, там везде приходили к власти под флагом социализма, под лозунгами социализма, но при этом там они начали тут же проводить линию на отделение от Москвы, на то, что сейчас называется, регионализацией и впоследствии на приглашение иностранных войск на свою территорию. И здесь как раз мы должны показать, что произошло в Молдавии. Это Бессарабия, на тот период это, собственно говоря, губерния Российской империи, где был фактически фронт с единая линия фронта с государством Румыния. Государство Румыния проигрывало, ее армия воевала на стороне России, командовал ей генерал Щербачев, русский генерал, этот генерал был ярым антибольшевиком, что он сделал? После революции, обратите внимание, он с одной стороны отказался признавать власть Москвы советскую, с другой стороны, он все-таки заключил мир перемирия с немцами, с третьей стороны, он пригласил румынские войска, чтобы ликвидировать большевиков в тех частях и соединениях, которые были у него в подчинении. И такая же ситуация в это же самое время произошла, вот был бы у нас глобус, мы его показали, но мы можем карту показать, на другом конце фактически земного шара на КВЖД, Китайской Восточной Железной Дороги, где был генерал русский по фамилии Хорват, где тоже советский, русские солдаты в его подчинении начали бороться за советскую власть, он пригласил китайских солдат для того, чтобы этих русских солдат подавить, но если в Китае это произошло достаточно мирно, то есть русских солдат просто посадили в эшелон и отправили в Россию, то в Румынии все произошло гораздо хуже, потому что этих большевиков убивали, соответственно, а солдат отправляли зимой, это же январь, декабрь-январь 18-го года, фактически вот пешком идите, без еды, без ничего. Сколько там людей полегло, это до сих пор историки спорят, а румыны, румыны, вдохновленные такими соответственно действиями русского генерала-патриота, в кавычках я делаю, значит, начали вторжение в Молдавию. Четыре дивизии, это серьезная сила, регулярные войска, заметим, что с немцами-то они уже не воевали, немцы-то с интересом смотрели на происходящее событие, они и Антанта, что интересно, вот тоже державы Антанты, там же в Румынии были и представители французского командования, они тоже это все одобрили. Вот такая очень интересная получилась смычка империалистических интересов, не последняя, первая, но не последняя, четыре эти румынские дивизии вторглись на территорию Молдавии, и вот сейчас, даже сейчас, вот это самое Приднестровье, ведь что такое Приднестровье? Это как раз та территория, которую удалось тогда отстоять от румынских войск, то есть, если мы посмотрим на географию с запада, с вражеской стороны, то это для них Зайднестровье, это как бы правая сторона, а для нас это Приднестровье, то есть, там как раз в феврале 18-го года остановили, вот что, но, Светлана, где гражданская война, это не гражданская война, это именно первое иностранное вторжение на территорию Советской России, естественно, большевики, да, какова была реакция, реакция была резкая, Румынии была объявлена война, значит, с румынами поднялись на борьбу и местные формирования, тогда была Одесская такая Советская Республика, много тогда сформировалось таких самобытных Советских Республик, там руководителем был такой Юдовский, и он, соответственно, организовывал с флотом Черноморским, значит, с отрядами, помогал ему полковник Муравьев, ну, впоследствии, правда, этот Муравьев изменил советской власти, но тогда он очень удачно бывший царский полковник, да, вот что обязательно надо сказать, что Каледин, вот единственный, который у меня вызывает уважение определенное, антибольшевик, это, пожалуй, Каледин, почему? Потому что он, ну, мог, так сказать, старый царский генерал, казак, не разобраться в обстановке, там, большевиков пропаганда там, какими-то шпионами рисовала, но когда он увидел, что казаки не поддерживают белое дело, что никто за ними не идет, что он крикнул клич сто человек пришло, сто казаков, нам-то иногда сейчас пытаются рассказывать, что казаки, там, все против советской власти, да ничего подобного. ну, разве Тихий Дон нам не повествует о том, что действительно казачество снялось и сначала все-таки рванулось на сторону белого? Конечно, нет, конечно, нет, вы очень хорошо, я вам благодарен, что вы вспомнили Тихий Дон, но я напомню, как там развивались события на Дону, на Дону действительно были столкновения, именно не война, я подчеркиваю, а столкновения на уровне станиц, там действительно было по отношению друг к другу, было несколько эпизодов жестокости, действительно, подтелков, который зарубил своего, скажем так, оппонента, если можно так выразиться, сейчас фамилия его вылетела у меня из головы, придет, назову, но самое главное, что опять же на войну это не тянуло и советская власть на Дону в январе 18-го года победила, победила, и никакой там крупной войны не было, а вот дальше в Тихом Доне все описано, сейчас терпение буквально две минуты, и мы до этого дойдем, здесь же что важно подчеркнуть, немцы-то как про себя думали, немцы увидели, что, я имею в виду правительство Кайзеровской Германии, сам император, его штаб, у них дилемма, серьезная дилемма, два фронта, западный фронт, где воюют англичане, где воюют французы, где прибывают американские дивизии, и где немцы уже с трудом держатся, и русский фронт, где перемирие, и где русская армия демобилизуется, они это видят, значит, можно либо все войска снять и бросить на запад, и там победить, и заставить Антанту заключить выгодный мир, либо то, что они в итоге выбрали, начать поход на восток, чтобы загрести как можно больше, значит, это Германия, это Австро-Венгрия, и это Турция, Османская империя, все они терзались, и в итоге алчность победила, они начали разрабатывать план, значит, у немцев это называлось, этот план Фауст-Шлаг, это серьезный план, вторжение на территорию бывшей Российской империи, начал он, Светлана, разрабатываться в начале января 18-го года. Сейчас очень много говорят про Троцкого, значит, его роль по поводу того, что чуть-чуть не он во всем и виноват. Ну, вообще, да, есть такая точка зрения, что вот этот знаменитый Брестский мир, Ленин поручил ему подписать, он... Нет, нет, сейчас я уточню, сейчас я уточню, до Брестского мира были в Бресте переговоры, переговоры начались изначально в Бресте еще в ноябре 17-го года, они так и шли, то есть заключили перемирие, все, война прекратилась, все сидят в окопах, ну, соответственно, с одной стороны идет демобилизация, там в окопах уже почти никого не осталось, а с другой стороны все на готове, переговоры идут о мире, об условиях мира, а немцы начинают закручивать, даже не гайки закручивать, а петлю затягивать, то есть они начинают все более циничные условия ставить советскому правительству. Троцкий, которому поручено вести переговоры, который нарком иностранных дел оказывается в ситуации, ну как, если он подпишет такой мир на таких условиях, его не поймут, он окажется, и опять же, вот если мы так вздумаем, так прикинем, ну подпиши он этот мир на первых немецких условиях, мы же не знали продолжение событий, на что рассчитывали большевики, и Троцкий тоже, на то, что Германия не рискнет начать это наступление, потому что настолько видно, что мы вот никакой опасности не представляем, вот голенькие, нету армии, окобы пустые, что сами солдаты немецкие не пойдут, ну к сожалению. А что же не идти-то, когда пусто, и не надо, иди да иди, захватывай да захватывай. Мы не должны забывать, Светлана, что в это время уже социалистические настроения были в немецкой армии достаточно разные. То есть Ленин рассчитывал на то, что просто в Германии скоро случится? Да. Ну или хотя бы, нет, не обязательно революция. Отказ наступать, это не обязательно революция. Просто вот мы не пойдем. Дальше мы такое увидим не раз в войсках иностранных оккупантов, которые у французов в 19-м году. Все это было. То есть революции не было, но отказ воевать был. Это, так сказать, реально я к тому, что это было не фантазерство, не позерство, а это был реальный расчет, который, увы, не оправдался. Просто Троцкий, как мне кажется, в данном случае оказывался в ситуации, знаете, в шапке дурак и без шапки дурак. То есть, если он подписывает этот мир, то потом его могли костерить все справа-слева, значит, ну что ты такой грабительский, похабный мир подписал. Он отказался подписывать, хотя имел директиву от Ленина подписать, и прервал переговоры. Но у немцев-то уже все было на мази. У них уже решение-то было принято об операции Фаустшлага, о вторжении. То есть, мы не можем быть уверены, что, как бы Троцкий себя не повел, они все равно начали бы наступать. Они уже к этому подготовились, они этого хотели. И они начали 18 февраля свое великое вторжение. А это было действительно великое вторжение. То есть, таких вторжений за всю историю России, ну вот я лично назову, собственно, монголо-татарское, как оно в истории у нас, ну там спорят, монгольское, монголо-татарское, значит, Чингисхан, 13 век, Наполеон, вся Европа, ну известно, вся Европа в 41 году вместе с Гитлером, тоже там. А вот это четвертое, оно осталось практически в туне. Причем я вам больше скажу интересно, что часто, если вы откроете книгу, вот если зрители посмотрят, советские книги, то там появляется такой термин интересный, интервенция. Вот любопытно мне будет задать зрителям вопрос, чтобы они подумали, может они там напишут в комментариях, чем отличается военная интервенция от войны. Уверен, будет тысяча вариантов, никто внятно не ответит. Почему? Потому что это фальшивый такой пропагандистский термин к науке, никакого отношения не имеющий. Тем не менее, к сожалению, советская историография его приняла, он вошел в учебники, в книги, и так эти вторжения и стали называться 18-22 года, иностранные. А термин такой, знаете, мягкий, ни о чем не говорящий. Ну, подумаешь, интервенция, не война, интеллигенция. Звучит, как будто бы и что получилось, если мы посмотрим с немецкой стороны. Они начали в 2014 году нападение на Россию, они объявили ей войну. Да, в России поменялось правительство, заключили перемирие, а теперь мы решили это перемирие прекратить. Мы продолжаем свою войну, которую мы начали в 2014 году. Все, никакой интервенции. У нас как шла война, так и идет война. Почему у нас ее назвали интервенцией? Но это просто вот спутало восприятие людей. И опять же начинается какая-то странная тема сейчас, разговоры про гражданскую войну. Сколько же было, давайте посмотрим, сколько же было, и покажем зрителям, этих войск. Это же вторжение-то началось от Прибалтики и до Черного моря. Вместе двинулись и немцы, и австро-венгры, и Османской империи. Более миллиона, Светлана, более миллиона солдат, офицеров, при огромном количестве орудий, самолетов, броневиков, кораблей. Это было силище немыслимо, и она двинулась на Красную гвардию и красные рабочие отряды и разрозненные. Надо сказать. Да, наверное, еще как раз не было Красной гвардии, она вот в ответ, наверное, и начала формировать. Нет, Светлана, тут вы не правы. Красная гвардия как раз стала формироваться после февраля 1917 года. Она стала формироваться именно из рабочих и крестьян для защиты советской власти еще после февральской революции. И именно Красная гвардия стала, собственно, движущей силой октября. С одной стороны, Красная гвардия из рабочих и крестьян и интеллигенции, с другой стороны, регулярные кадровые части старой армии, которые встали на сторону советской власти. Здесь другой вопрос, что, конечно, большевики их тоже рисуют какими-то анти-патриотами иногда сейчас, что, мол, типа, Россию отправили чуть ли не и положили на алтарь. Большевики с самого начала стали думать о новой армии. У них была надежда на то, что это армия участия большевиков, что это будет армия, построенная на таких милиционных добровольных началах. Именно не такая, как старая, а что им не потребуются старые офицеры. В принципе, опять же, заметим, что история показывала, что эта Красная Гвардия, она успешно внутренних-то побеждала и на Дону, и на Кубани, и на Украине, везде. Поддерживала победы над внутренними противниками. Быстро, без большого кровопролития, там потери были небольшие. Это все так и получалось. Но противопоставить себя этой цунами, этой лавине, конечно, они не могли. Так вот, начало, собственно, Красной Армии, начало Красной Армии, декрет, он был принят 28 января по новому стилю. То есть, вот, собственно, 28 января это юридическое рождение Красной Армии. Именно армии, уже вот регулярной, кадровой. Но процесс был трудный, процесс был медленный, и, собственно, 18 февраля еще почти ничего не было готово. И поэтому первые бои, вот, собственно, мы сейчас переходим к празднику и к его сути, они были очень не радостные для советской власти, к сожалению. Они другими не могли быть при таком соотношении сил. Многие побежали, многие не выполняли приказы. Опять же, вот тот же самый матрос Дыбенко, который удачно, очень удачно разобрался с Красновым под Петроградом и фактически бескровно решил вопрос. Здесь его моряки спасовали, все покинули фронт, и, соответственно, Дыбенко был снят с постов, исключен из партии. Ну, правда, потом он был восстановлен и, кстати, отправлен нелегально на Украину, чтобы там организовывать партизанскую борьбу уже с немцами. Но тогда, тогда мы видим вот такую тоже серьезную, как бы сказать-то, серьезное расхождение такое, вот расслоение офицерства русского. Я уже рассказал про позицию того же самого Щербачева в Румынии, Хорвата в Китае, которые фактически позвали иностранные войска душить своих солдат. здесь мы видим другую картину. Часть царских генералов, значительная часть, увидев, и не только генералов, понятно, полковников, штабс-капитанов, поручиков, кого угодно, стала записываться в Красную Армию. На защиту и лозунг социалистическое отечество в опасности. Это лозунг Ленина. Да, это лозунг большевиков, который собственно сформулирован Лениным. Поэтому те, кто говорят о том, что там большевики, вот они на мировую революцию, на распыл, извините, возражаю я таким деятелям, а то, что вы хотели на алтарь мировой войны Россию положить, это как? На алтарь мировой войны можно, значит, на алтарь мировой революции нельзя. То есть тут явный логический разрыв. Но большевики-то и не собирались класть ни на какой алтарь. Они мира хотели. Как вы считаете, почему вот эта достаточно большая часть царских генералов перешла в Красную Армию? Каковы были их мотивы? А я вам отвечу. А я вам отвечу. Очень интересной такой формулировкой своей. Они историю знали, Светлана. Они историю в гимназиях и в академиях. Потому что вот этот процесс исторический. Понимаете, вот мы можем, сейчас мы чуть-чуть дальше это как раз на примерах разберем, но здесь-то с какой стати предполагать, что тот же самый немецкий офицер, солдат или британский или японский, победив, даже победив большевиков, там свернул Советскую Ольгу, что он будет действовать в интересах России, в интересах тех, кто его позвал. История показывает совершенно другое. Немцы воевали, извините, с русскими со времен Ледового побоища. Пруссия, войны с пруссами, с Наполеоном шли прусские войска, как известно. то есть целый ряд не было в истории вот такого дружбы с немцами. То же самое с англичанами, Крымская война, в русско-японской войне англичане поддерживали японцев, в войне с Наполеоном там тоже был период, когда война, то есть с англичанами тоже, с французами, ну, само нашествие говорит Наполеон само за себя. То есть никакой такой продолжительной истории с кем-либо вот из этих имперских соседей не было. И генерал этой офицеры, которые это понимали и видят, что большевики-то то, что сейчас, кстати, это современный термин, красный проект, что это действительно созидательный проект, что действительно большевики стали там делать и в промышленности, и в культуре, и в науке сразу вот эти первые шаги. Они естественно встали на их сторону. Они понимали, сейчас приоритет это защита от внешней агрессии.